ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я расскажу о связке Cinema и After Effects, как это можно делать достаточно легко. Но перед этим вы должны установить Exchange Plugins, в данном случае 3D мы будем использовать After Effects, Exporter, Importer и можете взять вот эти файлы и закинуть в папку вашего After Effects. Насколько я знаю, 55,5 также работает с шестым. Exporter, Win и Importer. А разница в том, что это у нас плагины, которые позволяют экспортировать из After Effects в Cinema и из Cinema в After Effects. Мы рассмотрим пример по формированию, например, динамического экрана в Cinema и подстановкой видео в After Effects. Итак, приступим. Создадим кубик-базовую форму. Предположим так. Play. 200 на 200. Вытащим его чуть-чуть вперед, чтобы у нас была непростая форма. И тем более у кубика у нас есть толщина, а нам нужен плоский объект для переноса в After Effects, потому что переносится центр фигуры Anchor Point. В данном случае он будет у нас в середине. И это не совсем, не всегда будет совпадать с тем, что нам нужно. Ну, в данном случае скорее для такого стилистического оформления. Итак, создадим объект. Покрасим его в красный. Добавим отражений. Белый объект. Можно чуть-чуть серый, чтобы отражения опять же были видны. Reflection. 20. И Plane. Это все упаковываем в 0 Object. Alt-G. Теперь создаем массив объектов. Переходим в Grid Array. В глубину 1. Здесь у нас надо создать, например, 800 на 450. Это, в принципе, будет HD 16 на 9. Увеличиваем количество объектов. Можно, чтобы пересекались. Добавляем Random Effector, чтобы у нас получилась хаотическая такая панель. Можно изменить даже масштаб. Поиграться с сидом, чтобы основная плотность была в центре. Без расхождения увеличиваем еще количество. Вот у нас получается такая вещь. Окей. Все это дело поднимаем. Создаем пол background какого-нибудь голубого оттенка. В принципе, можно без спекуляра. Так, так. Получаем такую вещь. И на флор, как я уже говорил, можно увесить Composting Text, компостинг background, и у нас будет бесконечная такая поверхность. Либо ну, здесь мы сразу наблюдаем паразитарную такую вещь, как вот это вот отражение бесконечной поверхности. Поэтому пол мы сейчас уберем. Сделаем, например, диск. или вообще можем остаться без пола, просто вот какое-то такое цветное немножко окружение, чтобы считать не на черном фоне. Так, это мы подготовили. Теперь сделаем, создадим камеру. Поставим ее ровно. Для этого поставим 0 здесь, 0 здесь. вот здесь. Теперь поднимем. Оттащим ее на 2000 единиц, создадим 0 object. Create object, 0 object. Поднимем его приблизительно в серединку нашей формы. И сейчас нам не столько важны паразитарные какие-то ключи или прочее, и мы можем сделать простую анимацию. Вот как-то так. поворот И полностью поворот на эту сторону вверх. Так. Так. И еще приблизить. Можно даже еще повернуть в эту сторону, в эту, и получим вот такой поворот. мне кажется, перебрал с углом. Так. Так. Поближе. И опять же, можем даже сдвинуть, чтобы больше у нас входило в нашу зону видимости. Вот у нас получается вот такой поворот. Создадим plane, создадим луму материал. На него накинем. И поставим его за камеру для создания отражения. Смотрим. Вот у нас белое отражение есть. Теперь мы можем его повернуть, растянуть. И вот у нас это достаточно часто видимое в роликах диагональное отражение. Увеличим еще, чтобы зоны его не было на краевых наших элементах. Все готово. Добавим Ambient Occlusion. Вот зоны затемнения. Создадим какой-нибудь источник света. например, который будет светить с этой стороны. Спереди поставим тени. Посмотрим, чтобы они у нас были. Для экономии времени на туториал поставим Ray Traced. Вот они у нас получаются такие достаточно жесткие. Можно сделать более прозрачными. этого вполне нам подойдет. Вот такая вещь. Но мы пойдем дальше. Отключим камеру и добавим часто используемую на plane эффектор. Ставим минус один. Ставим какой-нибудь поворот и выставляем зону воздействия box. Вот такой широк, чтобы он почти перекрывал наш элемент. Plane скроем в видео в в порте и сделаем вот такую простую анимацию. Либо можем сделать это из центра. Либо переключиться с режима box на linear, повернуть это все в эту сторону. Поворачивать с зажатым шифтом получается на 5 градусов. Вернемся здесь. Нам уже не нужны такие расстояния. Нам нужно вот это. И по оси X сдвинем его открывая полностью наш экран. Вот у нас получается такая вещь. Настраиваем falloff и как мы уже делали не раз на протяжении предыдущих занятий добавляем delay эффектор вставляем параметр повыше чтобы у нас плавные появления были. И собственно на этом закончим формирование экрана. Вот у нас получается вот такая анимация. Сейчас вернемся на первый кадр отключим delay и подгоним plane эффектор максимально близко когда он начнет открывать наши кубики окей окей все сформировалось так есть теперь следующее что нам нужно сделать нам надо настроить экспорт карты или экспорт для трефекции добавляем composting tag на plane напоминаю object buffer и создаем null object create object null object где-то на уровне клонера назовем его pause создаем external tag composting и настраиваем output и рендеринг добавляем сюда спекуляр shadow reflection ambient occlusion антиаризинг выставляем best чтобы у нас плавные края были поставим consider multipass потому что мы его используем shadow correction и здесь у нас напишем regular здесь multipass можно сделать нижнее подчеркивание чтобы циферки были не вплотную выставим tif psd и поставим галочки save include 3d data тем самым у нас создаст after effects проект который мы сможем импортировать все я сейчас нажму render и вернемся в after effects и так пока мы возвращаемся в синему output ставим all frames и смотрите что наблюдаем во первых альфа канал доставляем ставим render и наблюдаем такую вещь что наши объекты они не появляются это связано порой с багом plane эффектора и используем scale минус 1 возможно проблему может решить то что мы снимаем инстансы да вот они у нас появляются и посмотрите что во вкладке layers у нас есть отдельно наши пассы reflection ambient occlusion тени спекуляры и альфа канал поэтому теперь загружаю after effects и как раз все это дело досчитается и покажу что и как мы будем собирать в нем и так досчиталось в это время я скачал сэмпл с сайта videohivebikes превьюшку и мы можем приступить загрузим в after effects нажимаем двойной импорт и вот у нас файлы отрендерились и где-то среди них если мы поставим таблицу у нас есть файл regular item мы его импортируем и у нас создается несколько папок это мультипассы и нужная нам папка special пассы можно сразу сгруппировать поставить по типу открываем regular и здесь у нас есть камера solid и вот все наши вспомогательные элементы значит первое что мы сделаем мы загрузим сюда такой элемент как object buffer прошу прощения мы забыли забыл его добавить в мультипасс object buffer один сейчас нажму рендер и увидимся опять же в after effect итак object buffer досчитал сейчас мы его импортнем multipass ао object buffer tip sequence смотрим совпадает 30 фреймов 30 фреймов окей итак кладем наш сэмпл сюда отключаем источник света и привязываем сэмпл к позиции к файлу к слою позу выставляем ноль 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 углы все совпадают и вот у нас получается вот такое вращение можем ускорить его я думаю в несколько раз 300 посмотрим что там происходит вот он там едет и возьмем какой-нибудь интересный момент предположим вот так теперь следующее что мы сделаем мы перекидываем сюда object buffer переходим в режим toggle switch modes toggle switch modes выбираем luma mate и не у того слоя конечно у нижнего luma mate и наш слой становится вот таким то есть вы видите что он появляется с тем как появляются все остальные элементы включаем спекуляры в режиме add reflection в режиме add все остальное вот вы видите появляется отражение можно сдублировать его несколько раз или использовать color correction levels и усилить отражение ambient occlusion multiply выставляем здесь галочку trackmate здесь выставляем тени также галочку trackmate спекуляры trackmate и собственно все вот у нас появляются правда вот такие паразитарные элементы reflection вот и в принципе с этим как правило это основная проблема при экспорте из синемы то есть нам надо как-то побороться с этой белой каемкой попробуем один из способов создаем черный solid каемка пропала загружаем наш объект поверх всего и говорим stencil alpha вот вы видите что каемка если мы берем solid она вроде как пропадает смотрим regular normal да stencil alpha и у нас получается ровная такая вещь теперь заскейлим наш слой чтобы он пересекал полностью object buffer и у нас получается вот такая вещь теперь мы этот регуляр можем перекинуть в новую композицию это пускай у нас будет regular 1 это у нас будет regular 2 и сюда уже подставить regular image и у нас получается вот такое совпадение попробуем добавить такой элемент как channel remove color mating попробуем поставить серый какой-то фон возможно он уберет возможно нет и нам придется сделать тот же трюк проверим solid добавляем этот объект stencil alpha каемка ушла группируем как precomp добавляем этот элемент ставим на альфу и вот у нас получается такой вроде как чистенький рендер без каемок немножко там есть опять же можно precomp stencil alpha черный solid или использовать в данном случае regular 2 копируем давайте подложим какой-нибудь фон близкий к тому который мы использовали синий возможно использовать made simple choker со значением 0.5 опять же если вы добавляете motion blur то этого у вас не будет заметно в итоге у нас есть проход с синемы и текстура которая накладывается уже в after effect да местами она не совпадает с поворотами но тени отражения и опять же motion blur позволит вам вполне создавать красивый и эффектный дисплей и так быстренько еще раз пробежимся это для object buffer мы создаем ambient occlusion вернемся сюда все наши настроечки мы создали геометрию синими указали object buffer для plane и указали необходимые слои добавили object buffer сказали сохранить куда поставили галочку проект и импортировали его в after effects в after effects мы собрали все слои и тем самым получили возможность через luma канал загружать видео или текстуры или фотографии все что угодно вы видите что здесь это считается очень быстро и экономит ваше время время